Друзья, всем большой привет! Представляю вам новую аудиокнигу про войну во Вьетнаме. Это дневник американского солдата Дэвида Паркса, который описывает весь свой боевой путь в армии США, начиная с призыва и заканчивая возвращением домой. Всего будет шесть частей дневника. Первые два видео посвящены американской учебке, а остальные четыре рассказывают про бои во Вьетнаме. Паркс отмечает, что все имена были изменены. Также, друзья, хочу отметить, что вся трёхчасовая аудиокнига доступна уже сейчас для прослушивания и скачивания спонсорам канала за базовую подписку 100 рублей в месяц. Став спонсором, вы не только получите доступ к другим аудиокнигам, но и поможете мне с записью новых, поскольку сейчас канал практически полностью лишён монетизации. Ссылка на спонсор в закрепе. Приятного прослушивания! Дэвид Паркс. Дневник американского солдата. Текст читает Артур Диодант. Часть первая. Учёба. Воскресенье, 21 ноября 1965 года. Форт Дикс, Нью-Джерси. В армии всё воспринимается совсем по-другому. Я здесь всего три дня, но они тянутся как три года. В прошлый четверг мачеха Лис постучала в дверь моей комнаты в четыре часа утра и заявила, что пора идти навстречу с дядюшкой Сэмом. Я притворился, что не слышу. В действительности я проснулся в три часа ночи и больше уже не спал. Отец встал проводить меня, но был немногословен. Слишком раннее время для него. Он просто пожелал мне всего самого хорошего и заявил, что наша семья отлично обойдётся и без героев. А потом снова лёг спать. Лис, кажется, немного встревожилась, заметив, что я не доел яичницу с беконом, но мне просто не хотелось есть. Из Уайт-Плейнса до призывной комиссии в Маунт-Верноне она ехала вместе со мной. Было ещё темно и чертовски холодно. В прогнозе по радио сказали, что будет тепло. Метеоролог, должно быть, судил о погоде, сидя в горячей ванне. Картина на призывном пункте была безотрадной. Ребята замёрзли, дрожали, выглядели потерянными и испуганными. Вокруг причитали матери и отцы, словно нас уже отправляли во Вьетнам. Я сидел в машине до самой последней минуты. Пройдёт по меньшей мере два года, прежде чем я снова стану свободным человеком. Всего на пункте собралось около ста человек. Большинство белые, но среди них было несколько пуэрториканцев и негров. После проверки фамилий по списку нас посадили в два автобуса и повезли на призывной центр Форт Гамильтон в Бруклине. Все призывники – молодые ребята. Я среди них, должно быть, самый старший. Я всё время высматривал, нет ли таких, кого я знаю, но все оказались совершенно незнакомыми. Многие были одеты совсем легко и очень замёрзли, но в автобусе все согрелись. На пути Форт Гамильтон почти никто не разговаривал. Я сидел рядом с битником с длинной бородой и волосами до самых плеч. Это был симпатичный и смышлёный парень, и мы нашли общую тему для разговора, поскольку оба после двух лет учёбы в университетском колледже валяли дурака. Его очень угнетало, что он попал в армию. «Ненавижу всё, что связано с этой проклятой армией». Эту фразу он повторил несколько раз. «Просто не знаю, что буду здесь делать». Впрочем, я чувствовал себя точно так же, только не высказывал этого. «Нет смысла рассуждать об этом, если ты не намерен отказаться от принятия присяги». А отказываться я не собирался. Когда через два часа мы приехали в Форт Гамильтон, нас всех загнали в одну большую комнату. Тут были ребята из Нью-Йорка, Куинса, Уэстчестера, Бруклина и многих других мест. Первый лейтенант произнёс перед нами короткую речь, заявив, что тот, кто хочет отказаться от службы в армии, пусть выйдет из этой комнаты. Я краешком глаза посмотрел на Битника, не выйдет ли он из комнаты. Нет, не вышел. Никто не вышел. Чтобы выйти, тоже ведь надо набраться смелости. Потом офицер приказал нам сделать шаг вперёд правой ногой, поднять правую руку и произнести присягу. Эта церемония длилась не больше одной минуты. Мне было такое ощущение, словно я попал в ловушку. Нас продержали здесь почти до половины пятого дня и только тогда повели обедать. Первый армейский обед был плохой. Нам дали так называемый бифштекс. На самом деле это был жёсткий и холодный кусок мяса. Такими же невкусными были брошенные в тарелки горох и картошка. Я пожалел, что утром не доел яичницу с беконом. Около семи часов вечера для собравшихся здесь почти 500 призывников подали девять автобусов. Нас повезли в Форт Дикс в Нью-Джерси. Мой отец однажды был там, в лагере бронетанковых войск. Рассказывал о нём. И мне очень хотелось посмотреть на это место. Теперь ребята чувствовали себя уже несколько свободнее, а некоторые даже смеялись и пели песни. Но смех и песни прекратились, как только мы приехали около девяти часов вечера в Форт Дикс. Было темно. И снова чертовски холодно. От долгого сидения в автобусе у всех ныла спина. К нам бесконечно подходили сержанты и задавали глупейшие вопросы. Потом нас буквально огорошили. Сказали, что только теперь начинается процедура вступления в армию. А мы-то надеялись, что наконец ляжем спать. Заполнив удостоверение личности, мы брали испытательные листки с вопросами. Что тебе нравится? Что ты ненавидишь? Любишь ли ты, когда тебе приказывают? И отвечали, да, нет, конечно, не очень. Я подчеркивал ответы среднего значения. Посмотрев на мои ответы, сержант как-то странно улыбнулся. Нас спрашивали, где и как мы учились. Знакомы ли с огнестрельным оружием? Как относимся к тому-то и тому-то? Интересовались биографией? Нам сделали десяток уколов. Осмотрели каждого с головы до пят. Взяли анализ крови. У многих ребят закружилась голова, а некоторых даже затошнило. Большинство просто устало от приказов и чувствовало слабость. Всё это продолжалось до часу ночи. Затем нас снова выгнали на холод, и почти два часа мы стояли в очереди к складам за обмундированием, насильным и постельным бельём. Мы онемели от холода, голода и усталости. Некоторые ребята даже плакали. Другие не выдерживали. Выходили из очереди и убегали в помещение, но на них набрасывались сержанты и выгоняли их на улицу. Я увидел битника. Он дрожал, как осиновый лист, у него начинался насморк. Узы и борода стали влажными, из глаз текли слёзы. Он вышел на шаг из очереди и переминался с ноги на ногу, чтобы согреться. У меня, вероятно, был не совсем нормальный вид. Пальцы рук и ног замерзли. Я начал подпрыгивать, дурачиться и смеяться, чтобы хоть немного согреться. Стоявшие рядом ребята смотрели на меня, как на сумасшедшего, и спрашивали, чему это я так радуюсь. Я ответил, что ужасно рад вступлению в эту замечательную армию, и что я очень люблю её. К моему смеху присоединились сначала ещё два парня, а потом прыгать и дурачиться начала вся очередь, кроме битника. Он просто стоял и смотрел на нас слезящимися глазами. Мне стало жаль его. Но он, по-видимому, принадлежал к той категории людей, которые не любят проявления сострадания к ним. На следующее утро нас разбудили в пять, дав поспать немногим более двух часов. Стало ещё холоднее. А мы не успели согреться после вчерашнего дня. И снова мы стояли на улице в этой проклятой очереди за завтраком с пяти до восьми. Теперь призывников здесь стало около тысячи. Ребята по-настоящему заскучали по дому. В очереди передо мной стоял парень по имени Лопес. Я вспомнил, что он ехал вместе со мной в автобусе из Уайт-Плейнса. Оказалось, что он кубинец, а не пуарториканец, как я думал сначала. У него испорченные передние зубы, но, в общем-то, он симпатичный парень. Рассказал мне, что когда-то его отец имел на кубе каучуковую и сахарную плантации. Чудно было стоять, дрожа от холода, и говорить о таких жарких местах, как Гавана, Куба. «Лопес нравится мне. Может быть, мы подружимся?» После долгого ожидания на холоде нам выдали холодную яичницу из порошка и по два ломтика бекона. Всё это мы запили убийственно крепким кофе. Нас непрестанно подгоняли сержанты. На завтрак отвели всего четыре минуты. Я чувствую, что начинаю скучать по дому, как маленький мальчишка. Некоторые ребята завтрак не съели. Я проглотил его через силу. Может, ты привыкну к такой кормежке. Видно, от этого никуда не денешься. После завтрака нас опять вывели на холод, на этот раз получать армейское снаряжение. То, что нас подолгу держат на холоде, возможно, неплохой признак. Может, нас закаляют для службы в какой-нибудь северной стране, а не во Вьетнаме. Я был бы этому только рад. А очередь, кажется, протянулась на целые мили. Сержанты по-прежнему надоедают со своими вопросами. Ты откуда, парень? Из Уайт Плейнса. Собачий город. Как тебе звать, парень? Дэвид Паркс. Ты ошибаешься, парень. Отныне ты рядовой Паркс. Не забывай этого. О, я думал... Отныне ты прекращаешь думать, парень. С этого момента за тебя думает твое начальство. Понятно? Начальство полагает, что ты хочешь выполнить пятнадцать приседаний. Ну! Я присел восемнадцать раз, пытаясь угодить сержанту. Слушай-ка, парень. Если я сказал пятнадцать раз, значит, я хотел, чтобы ты присел пятнадцать раз. А теперь, раз ты такой умный, ну-ка быстро, еще десять приседаний. На этот раз я присел десять раз. Меня бесило от злости, но, по крайней мере, я согрелся. Многие ребята бросают свою гражданскую одежду в мусор. Я посылаю свою домой. Следующая очередь была на стрижку. Семь парикмахеров, работавших электрическими машинками, оболванивали по человеку в минуту. На полу в одну кучу сваливали самые разные волосы – белые, черные, каштановые. Я искал Битника всю остальную часть дня. Мне очень хотелось увидеть, как он выглядит без бороды и длинных волос. Но найти его так и не удалось. Или, может быть, я просто не узнал его. И я чуть не лопнул от смеха, когда увидел Лопеса. Он напоминал мне теперь такого же негра, как и я. Он действительно хороший парень и солдат. Я доволен, что мы попали в одну казарму. Говорят, нас продержат здесь около двух недель, и только тогда разошлют по другим местам для прохождения начального курса боевой подготовки. Большинство негров, которых я здесь встретил, опасаются, что их пошлют на юг. Я тоже боюсь этого. Лучше мерзнуть всю остальную часть зимы, чем проходить начальную подготовку в южных штатах. Я не привык к тамошней жаре. Самое южное место, в котором я был, это Гринвич Виллидж. И мне не хотелось бы оказаться южнее. Но и отсюда неплохо бы убраться поскорее. Все ребята ворчат по поводу грязных работ. Очистка выгребных ям, перевозка мусора, окраска холодных зданий, подметание двора, мытье окон и уборных. Вчера я чистил, мыл котлы и кастрюли целых 24 часа. Теперь я буду ненавидеть кастрюли всю свою жизнь. 27 ноября. Нас продолжают испытывать физической нагрузкой. Мне всё здесь чертовски надоело. Каждый день осматривают с головы до ног. Единственный раз в жизни я пожалел, что здоров. Мне кажется, что они не забраковали бы меня, даже в том случае, если бы у меня была деревянная нога. 30 ноября. Сегодня день рождения отца. В казарме спокойно, поэтому мне, возможно, удастся написать ему пару строк. Он, наверное, сидит у камина, потягивает бренди и слушает музыку. Разумеется, я не отказался бы составить ему компанию в качестве подарка в день рождения. Лопес был сегодня в ударе. Он носился и танцевал по всей казарме, напевая какие-то кубинские мелодии. Он развеселил всё наше подразделение. «Хороший парень. Мы зовём его теперь Ча-Ча». Его рост около пяти футов и шести дюймов. Он худой, косолапит. Среди нас оказалось несколько задиристых и шумливых ребят из Бруклина. Они подходят к очереди, выбирают ребят послабее, отталкивают их и встают перед ними. Пять таких молодчиков, три итальянца и два негра оттолкнули прошлым вечером трёх белых парней. Я бы, например, не стал связываться с теми, кто слабее меня. Мне было бы стыдно поступить так. В нашей казарме образовалась маленькая группа таких же, как я, сильных ребят. Нас заметно уважают и с нами считаются. Первое декабря. Сегодня наш сержант опять построил нас на холоде. По выражению его лица мы сразу догадались, что он объявит что-то важное. Он тянул сколько мог. Важно, как павлин, расхаживая перед строем. Потом взял микрофон и начал вызывать нас по фамилиям. Все мы знали, что нас вот-вот начнут отправлять в разные места для прохождения начальной подготовки. Он растягивал слова, как это свойственно южанам. Я молил Бога, чтобы мне не пришлось оказаться где-нибудь в одном месте с ним. Когда же он вручил нам листочки с предписанием, я чуть не завопил от радости. Нашу группу назначили Форт Райли в Канзасе. Где-то рядом, Форт Скотти, родился мой отец. Судя по тому, что он бывало рассказывал о своем детстве, зимой там холодно. Как бы там ни было, это куда лучше, чем в жарких краях. Завтра мы уезжаем. Второе декабря. Было немного грустно, когда мы тронулись в путь на самолете из аэропорта Нью-Арк. Мы чувствовали, что, наверное, никогда не увидим большинство оставшихся там ребят. Многим из них суждено где-то и как-то погибнуть. Страшно было представить, что они, возможно, думают о нас то же самое. Большая часть наших ребят попала в одну группу, в которой около двухсот человек, но некоторых назначили в другие группы, да и в нашу влилось несколько новеньких. Ча-Ча, слава богу, по-прежнему с нами. Я загрустил бы еще больше, если бы пришлось расстаться с этим Индюком. Самолет, на котором мы летим, нереактивный. До Манхэттенского аэропорта, находящегося приблизительно в пяти милях от форта Райли, будем лететь около пяти часов. Вскоре, однако, мы развеселились. Ча-Ча продолжает смешить всех. Когда мы приземлились и вышли из самолета, нас встретил в шеренгу аккуратнейшей внешности сержант. Все в нем говорило о том, что он и есть та самая госпожа армия. Рыжеволосый, широкоплечий, веснущатый и коренастый. Брюки его так отутюжены, что складкой хоть брейся. Я сержант Крауч и представляю здесь командование форт Райли. Садитесь в эти автобусы. Когда мы сели в автобус, он продолжал. Теперь вы находитесь на военной службе в настоящей кадровой армии. Забудьте свои шуточки, иначе будете наказаны. Форт Райли – это вам не форт Дикс. Между ними большая разница. Здесь надо быть порасторопнее и постоянно держать тюшки на макушке. Я думаю, что этот сержант очень требовательный и крутой человек. Того и глядит, даст пинка. А пинки мне очень не нравятся. Как хорошо было бы снова оказаться в школе. Да слишком поздно хватился мальчик. Слишком поздно. Форт Райли разделен на четыре лагерных района, расположенных приблизительно в пяти милях друг от друга. Мейнпоуст, Кастерхилл, Форсит и Фанстон. Мы попали в Кастерхилл. Здесь ребята со всех уголков страны. Многие с юга. Пока здесь все спокойно. Командир нашей роты, негр, лейтенант Бейкер, напоминает мне отца, такой же спокойный, смуглый, темноволосый, обладает способностью моментально замечать недостатки. Здоровенный, грубоватый мужчина с выпуклыми бицепсами. Только дурак может осмелиться вступить в единоборство с ним. Наш рабочий день начинается в четыре часа утра. Мы быстро одеваемся и в одних рубашках выбегаем на улицу для утреннего построения. Холодно. Зуб на зуб не попадает. Я всегда с нетерпением жду, когда, наконец, поднимут флаг и произведут выстрелы с пушки. Салют. Почему нас заставляют выбегать раздетыми – просто загадка. Наверное, все еще закаляют. Этак от нас останется кожа до кости, или мы поумираем от воспаления легких. Столовая у нас в том же здании, где мы живем. Казармы здесь намного лучше, чем в Диксио. Везде очень чисто. Поддерживается идеальный порядок. Столовый зал напоминает мне кафетерий в школе, где я учился. Кормят неплохо, но беда в том, что на завтрак дают меньше пяти минут. Остальное утреннее время уходит на занятия по оружию. Изучаем винтовку М14. Сначала я боялся даже брать ее в руки. Я никогда до этого не держал в руках настоящее оружие. Да и сейчас мне становится как-то не по себе, когда я подумаю, для чего существует эта штука, и что она может сделать человеку. Не знаю, как будет дальше, но просто не могу себе представить, что буду убивать кого-нибудь. Винтовка все время почему-то выскальзывает из рук, и всякий раз мне попадает от Крауча. А сегодня он решительно вышел из себя. «Ты неуклюжий идиот!» – закричал он на меня. «Ты находишься здесь, чтобы научиться убивать. А чтобы убивать, тебе нужна винтовка. Постарайся поскорее зарубить это себе на носу, иначе вьетконговцы сделают из тебя отбивную. А если ты уронишь винтовку в бою, тебя сразу убьют, понял?» «Понял, сэр», – ответил я. «Пятнадцать приседаний с винтовкой на вытянутых вперед руках. Начинай!» Я сделал эти приседания в рекордное время. Сержант стоял рядом и не спускал с меня глаз. Я же видел в это время только острые стрелки на его брюках и начищенные до блеска башмаки. Через десять минут проклятая винтовка опять выскользнула из моих рук. Слава богу, она стукнулась прикладом о носок моего ботинка, и Крауч ничего не заметил. Если бы он услышал, это взорвало бы его. И все же я его уважаю как инструктора. Он, не задумываясь, отвечает на любой вопрос. Но вместе с этим он готов в любую минуту дать мне пинка. Эти инструкторы доводят до сумасшествия. Каждый божий день они кричат и кричат одно и то же. «Не думай! За тебя думает начальство! Стой прямо! Молчать! Держите себя, как люди-идиоты! Эй ты, стой как следует! Прекрати жевать резинку сколько раз говорить!» И так весь день, час за часом, не долбят, как нужно отдавать честь, как представляться офицеру, как говорить сэр, как подчиняться приказам, как стать роботами. И они правы. Думать нет никакой необходимости. Восьмое декабря. Тренировка, тренировка. Марш, марш, марш. Да пропади все пропадом. Если хочешь на Рождество попасть домой, надо быть хорошим солдатом. На завтра получил наряд на кухню. Опять чистить котлы и кастрюли. Крауч начинает на многих из нас нажимать. Негров здесь мало, и только немногие из них сержанты. Интересно, как некоторые белые ребята с юга будут выполнять их приказы. Здесь много таких ребят из Джорджии, из Алабамы, из Миссисипи. Они почему-то никогда не разговаривают со мной. Вчера я попробовал заговорить с одним таким парнем. Спросил его, нравится ли ему в армии. Он зло посмотрел на меня и отвернулся. Я заинтересовался еще больше. Задал тот же вопрос еще одному на сегодняшней утренней зарядке. Да мое дело, резко ответил он. Я решил, что они не стоят моего внимания. Мой товарищ по комнате – белый парень из Миссурия. Симпатичный, но странноватый. Не пьет, не курит. Равнодушен к женщинам. Очень застенчивый, сладкоречивый. Каждый раз на ночь читает Библию. Мне почему-то кажется, что он не подходит для службы в армии. Впрочем, кто из нас подходит-то? Он очень рассеянный, и поэтому то и дело получает выговоры и замечания. Мне жалко его. Однако кто его знает, может быть, он будет чертовски хорошим солдатом в боевой обстановке. 18 декабря. Жизнь настолько однообразна, что писать не о чем. На следующей неделе еду в двухнедельный отпуск домой. Ура! 4 января 1966 года. Сегодня подняли в 3 часа. Учебные стрельбы. Учимся стрелять из винтовки на дистанцию до 300 метров. Забавное дело. Я выбил 25 из 38. Не так уж плохо для начинающего. На полигоне было чертовски холодно. Теперь я начинаю понимать, для чего нахожусь здесь. Научиться стрелять из этой винтовки и убивать всё, во что буду целиться. Чаще всего мы стреляем из винтовки М14, которая поступает на вооружение, вместо более тяжёлой и длинной винтовки М1. Вот уж не хотел бы, чтобы в меня попало то, что вылетает из её ствола. Много классных занятий по командным словам и уставам. Надоело всё до чёртиков. Ирландец по имени Ши обычно стреляет после меня. Любит поговорить о женщинах и вспомнить минувшие дни. По-моему, он хороший солдат. Немного перепуганный, правда. Часто в середине урока просит разрешению командира отделения пойти в уборную. Мне кажется, что я неподходящий материал для хорошего солдата. Эти сержанты то и дело отдёргивают и поучают меня. То я не так стою в очереди на кухню, то не так держу винтовку, то не так марширую, то не так отдаю честь. Всё не так, да не так. Ничего я не умею делать правильно. Наш сержант Крауч принадлежит категории людей, которые хотят, чтобы перед ними присмыкались. Да и другие сержанты всё время к чему-нибудь допривяжутся. 5 января. Нас начинают обламывать по-настоящему. До Рождества всё было не так ещё тяжело, и мы особенно не жаловались. Сегодня вечером свет в казарме погасили на 30 минут раньше. Завтра, наверное, будет трудный денёк. Кое-кто говорит, что предстоит марш-бросок на 25 миль. Дай бог, чтобы было не холодно. Уж очень я не люблю мёрзнуть. 7 января. Вчерашний марш оказался не таким уж трудным. Ночной, форсированный, десятимильный марш. Ноги, конечно, очень болят. На нас внезапно напали солдаты других взводов, которые изображали противника, захватившего нас врасплох. Они укрылись в засадах и ждали, пока мы пройдём мимо. Потом они открыли огонь холостыми патронами и стали взрывать учебные заряды. Сначала было немножко страшновато, но потом всё это превратилось в весёлую забаву. Один солдат получил ожог от выстрела холостым патроном, но ожог оказался пустяковым. Всё это заставило нас подумать о настоящем противнике. Там, во Вьетнаме. Утром я отличился в стрельбе на полигоне. Не исключено, что я попаду в снайпера. Восьмое января. Ребятам в нашем взводе нравится мне всё больше и больше. Прошло уже более пяти недель, как мы вместе. Может быть, такое чувство объясняется тем, что нас готовят как сплочённую группу, заставляют понять, что в бою мы будем зависеть друг от друга. Белый парень из Нью-Йорка, который не сталкивался с неграми до этого, сказал, что, по его мнению, мы, негры, ничем не отличаемся от белых. Он считает, что многие другие белые ребята тоже начинают понимать это. Ну что ж, это неплохо. Командир роты говорит, что наш взвод лучший в роте. Он сказал вчера вечером, что ему нужно ещё полгода, чтобы подготовить нашу роту к настоящему бою. Наверное, мы превзошли все ожидания на том марш-броске. Крауч держится другого мнения. Там, где дело касается нас, он всегда думает по-другому. Настоящая колючка ко всему привязывается. Он из Нью-Йорка и думает, что знает, как мы росли и воспитывались там. Некоторые ребята говорят, что на гражданке он был неудачником. В общем, он зануда, ублюдок и с каждым днём становится хуже. Мой товарищ по комнате немного повеселел сегодня, получил два письма из дома. Он перечитал их несколько раз, а потом аккуратно вложил в свою Библию. Он молчит, как надгробный камень. Не знаю почему, но мне жаль его. Боевую подготовку форсируют. Много разных занятий, урок за уроком. Нагрузка больше, чем у студентов в университетском колледже. Впрочем, это понятно. Студентов в колледжах учат, как жить, а нас здесь учат, как убивать. Неожиданно всё начинаешь воспринимать извращённо, а жизни дома постепенно забываешь. 11 января. Сегодня сержант задал нам трудный вопрос. Он поинтересовался, готовы ли мы убивать. Я уже давно и много думал над этим. Не знаю, вряд ли я готов. Но сегодня я выполнил норму снайпера, поразил 38 из 40 целей. Это хороший результат. Многие ребята далеко позади в этом деле. Вставать в 4 утра и на холод – это тяжело. Если ты переносишь эту погоду здесь, то тебе будет нипочём и в любом другом месте. Чертовски холодно и тоскливо в такое раннее время. Мы залезаем в грузовики и едем, как селёдки в бочке. Стрельба на полигоне продолжается до 6 часов. Иногда мы возвращаемся в лагерь пешком, а это не менее 12 миль. Утром мы так устали, что еле доплелись до своих комнат в казарме. Сегодня получил письмо от Марьян. У неё замечательное сердце и ум. Ужасно хочется снова увидеть её. 12 января. Сегодня был очень холодный ветер, особенно в 4 утра сразу после побудки. Ветер дул весь день, а солнце пряталось, как испуганный заяц. К счастью, я отстрелялся первым и всё остальное время старался провести, где потеплее и где нет офицеров. Уж очень они любят давать нам разные поручения и работы. Погода сегодня отвратительная. Дождь, пронизывающий холодный ветер и снег. Хуже всего было на одиночной тактической подготовке. Пришлось ползать по грязи и снегу, взбираться на высокие барьеры и змеё извиваться под проволочным заграждением. Больше всего пострадали ребята с юга. Роджерс отморозил пальцы, а Филлипс жаловался, что у него ни руки, ни ноги ничего не чувствует. Во время обеда он всё говорил, что заболел и подумывает об уходе в самоволку. Но сегодня поймали двух в самоволке. Теперь им придётся отсидеть 6 недель за колючей проволокой. Они попались на этом деле уже второй раз. Глупо с их стороны. Может быть, они просто не вынесли режима? Так или иначе, но мне жаль их. 15 января. Сегодняшний день один из самых тяжёлых и трудных. Физическая подготовка, тактика, рукопашный бой и пятимильный марш-бросок на стрельбище, а потом обратно пешком. Ночные стрельбы отличаются от дневных. Ночью ты просто направляешь винтовку на объект, а не целишься в него. Нам говорят, что во Вьетнаме бои происходят главным образом ночью, поэтому ночным стрельбам уделяется много внимания. Некоторые ребята на марше свалились. Филиппсу действительно очень трудно, он совсем не может идти. Пришлось нести его, а это нелегко. Он весит 290 фунтов. 16 января. Сегодня во время тренировки сержанты устроили разгон сначала командиром отделения, а потом и нам за неряшливый внешний вид. Это подготовка к парадам, устраиваемым главным образом для генералов и конгрессменов, иногда неожиданно появляющихся здесь. Конечно, в том, что нас учат точности в движениях, есть какой-то смысл. Но какой из этого толк, если мы целыми часами, как проклятые, стоим на одном месте и не шевелим ни одним пальцем? Чертовщина. Еще три похоронные церемонии на этой неделе солдат, убитых во Вьетнаме. Ребят, которых готовили здесь, в райле. Грустно слушать ружейные салюты, траурную мелодию горна в их память. Одолевает мысль, что настанет день, когда те же звуки раздадутся в память о тебе самом. У некоторых ребят испуганный вид, но я сомневаюсь, что чувство страха охватывает их на самом деле. Проходит немного времени, и все забывается. Редактор субтитров А.Семкин